всем привет 6 у нас июля уже 2023 год с утра у нас уже 37 градусов работаем на овощи сделал овощины еще корпус короче чем показать как выглядит сейчас самый нижний корпус это давалось 3 суши 6 овощи там по умолчанию все залито не думал понимаете что еще забить медом смотрим крайнюю рамку была ващина да смотрим ващина полностью оттянута отстроена пчел битком пчелы выкучиваются семья это сильно выкучивается это сразу же сигнал надо посмотреть но посмотрел вот они видите полирует там занять заняться им больше нечем сейчас покажу здесь дымарь как обычно распались не потушишь одной рукой как неудобно это все делать но сейчас покажу здесь смотрите овощи видно вот красивый янтарный такой типичный для моего . вот так вот видите а верхний еще не печатный блин верхний залитый смотрел отбирать его рано там наполовину печатный только почему потому что сверху жарко это раз они оттуда уходят во вторых вся молодая пчела работает на отстройке вот плащины вот они 6 рам плащиной оттянули за несколько дней отстроили я у них отбирал корпус меда акация с глядичьей может удивиться почему я так поздно отбирал акацию с глядичьей да не было нужды понимаете и раньше отбирать то есть отобрал я майское разнотравье отобрал более чистую акацию которая последняя уже ледичьи доцветала там последние магазины стояли они стояли на допечатке поэтому я их позже уже убрал и откачал это уже разнотравье пошло дальше уже подливка то есть эти три магазина полные битком все под завязку залито там печатается короче брена не могу я не рукой жена заняты как занята на работе жена сейчас утром делаю быстро подготовил один корпус что успел вчера мужчины все хламину залито не сдобавшись все там вот так вот три корпуса битком все залито его залита килограмм по 40 разнотравья мы возьмем сапора уже скоро середине июля уже засветет сапора пчелы с разнотравья перекинуться на сапор все работать вот четыре корпуса вот эти все заливаются даже может быть сейчас оставлю короче 5 на эту семью сейчас покажу какой ставлю смотрите видите тонкий брусок делаю нижний он у меня был но толстый реально был толстый нижний брусок вот я их сейчас утончаю разбираю в общем утончаю делаю тонкий нижний брусок тонкий делаю короче потому что он такой толстый не нужен лучше пусть лишний ряд ячеек будет больше меда расплода влезет туда это все застроит вот эта щель кто переживает будет вот такая такая даю одну рамку суши короче просто осталось 4 рамки у меня суши реально в данный момент поэтому по одной рамке даю суши в разрез ухты ты как успела сюда запрыгнуть гляньте где отсюда бабочка залезла тебя ж там убьют что короче снимаю сейчас гнездо быстренько гляну что там как там и ставлю в разрез вообще на гнездо вот этот корпус разрез пусть работает ващину тянут у меня просто у меня есть еще шесть корпусов свободных пустых и мне сейчас вот быстренько переделываю рамки короче наващиваю и ставлю в разрез пусть тянут ващину заливать они будут без дела сейчас для сапор тусить пока они там подпечатают этот мед они его долго очень печатают или потому что вверху жарко они уходят ниже и выкучиваются все висят уже с утра все дальше работаем посмотрим быстренько гнездо я вообще не лажу гнезда чисто специально для вас покажу так выглядит крайне рамка молодая матка тут работает этого года матки серые вы меня работаю по роевой технологии ну как я не ловлю да самое просто завожу в роевое состояние потом увожу маток меня видите подливают нектарчиком матка что-то там у них пытается отбивать нас подливают но реально некуда уже было лить вот сейчас я дам овощинку ему смотрите есть принос видите с утра был принос с расцвета прям чего и работают самого расцвета вот видите принос до него гнездо трамбул час это и хорошо что они немножко маток сами изолирует потому что пока как бы и хватает чё ульи прям так сильно много расплода и не надо идет главный взяток разнотраве с разновозрастной расплод и подливают ведь и делупится немножко подлива семья матку подливает это какая-то такая это короче не это нет племенной мои что-то на на карнику похоже это короче тут гены выстрелили еще раньше в общем это не не хватило же маточников от племенной сюда дать и я давал именно ты их тому ты их матка сидит она такая реально больше на карнику похоже немножко низу подливает пусть уже в этом году зиму и сменим и и не с не то чтобы совсем плохие просто мед собираются не видите просто не гнездо увидите как подливает отличие тот те матки которые у меня от племенной там сейчас от бруска до бруска расплод а здесь вот видите короче расплод и это вот это маткой поэтому это вот линия как бы идет у меня от этих от этой матки вот дочка сейчас они будут выбраковываться потом будущем из-за вот этих вот особенностей подливки матки они вроде развиваются хорошо гривон отводок от нее сильный и отдаю раздаю семьям которые чуть слабее пчелу рассыпаю сейчас опять буду рассыпать потому что не задолбали выкучиваются вот так это щипалки всякие ну вот матка тут пытается с ними воевать муки кусаются щипалки всяких жестях полный точно эти матку показать но эта матка будет она перезимует это зимой будет тему запускаться на следующем году я и отметочку ставлю на замену буду стараться от племенной там поинтереснее там сейчас распутать бруска до бруска тупо от бруска до бруска это какая-то попалась такая не очень она всегда выстреливает меня было шкарника еще когда я бакфаст и переходил на бакфаст и немножко и на карнике то они все равно остались бывают такой нюанс пчела вот матку подливает немножко хорошо ли это плохо ли ведь это вот карники типичная картина тупо кваста сейчас от бруска до бруска расплота вот видите что она делает давит матку медом короче давит матку медом она такая какая-то серая более пчела такая более серебристая отличается от от других моих бакфастов которых я беру материал в этом году старался брать ничего это не не смертельно просто она немножко другая немножко другая возможно даже нам зиму немножко из-за этого под просядет хотя просто зимой вам скажу что вполне неплохая назимовала ничего и не помогал она сама по себе с такой среднячок сидел зимовал карма нюхал то короче ну принципе все с ней хорошо на самом деле единственно нюансик подливает и немножко за руками бе не нравятся такие нюансы когда бегают за руками пчел так-то в принципе не там уже где-то пропустил матку жарко у меня уже под глаза заливает засев есть короче как видите никакого этого краевых маточников никаких нету как мне говорили что они на зажатых гнездах у тебя будут строятся все с молодыми матками ну как видите никто никуда не строился несмотря на то что они позаливались и висят короче сейчас будет такая же картина все рамки все 9 рамок расплоды и напрыск и пчелы могут они подливают напрыском отбивает блин да ну отстаньте немножко такие под руки лезут короче о какой расплоды у нее ну вот они видите отжимают медом и отжима она все буду изгонять в общем увидели вы да никто никуда тут строится не собирается выключились они очень сильно потому что подлились спасибо за просмотр всем пока собираю семью обратно вообще я такую манипуляцию не делаю туда вообще не лажу вниз сейчас гнездом это чисто для вас показать всем пока смартфон перегрелся не могу даже